Название «Спасти и сохранить» носит не только телевизионный фестиваль, но и международная экологическая акция. В этом году она проходит под девизом «Стабильный климат, здоровая планета». С 21 мая до 10 июня в Югре пройдет около тысячи тематических мероприятий. Это конференции, конкурсы, субботники, высадки деревьев, сбор и сдача вторсырья. А вот в Ханты-Мансийске все началось с экологического рандеву «Живем в стиле эко». Как это было, расскажу в сюжете. За открытием в Ханты-Мансийске международной эко-акции «Спасти и сохранить» следили даже из космоса. В режиме онлайн участников приветствовали российские космонавты с МКС. Затем на сцену вышли творческие коллективы, а рядом с ней открылся полевой пункт приема пластиковых крышек от бутылок. Из них, например, делают вот такие панели, которые можно использовать в строительстве тротуарных настилов. У нас более 50 миллионов, как участвующих в сборе. На сегодняшний день бывают семьи и на Ханты-Мансийске общим весом 11, почти 12 тонн подразили пластика. В прошлом году мы обучали только в тротуарном области. В этом году переработка отбросить в других автоматически. В самом центре Ханты-Мансийска развернулась традиционная музейная арт-майовка. Этот окружной фестиваль привлекает внимание к проблемам экологии и показывает, какое место в решении важных задач занимает искусство и музейное дело. Нынешняя майовка этого года, она прежде всего интересна тем, что у нас намного расширилась география. Если ежегодно у нас участвовали государственные музеи, которые здесь находятся, в нашем городе, в непосредственной близости, то в этом году впервые приехал Когалы, музейный выставочный центр. У нас здесь с нами широколы. На творческой площадке горожан приобщали к созданию инсталляций и арт-объектов. А еще предлагали согреться горячим чаем и послушать музыкантов. Интересную программу организаторы экологической акции подготовили и в парке имени Бориса Лосева. Предложили семьям участвовать в спортивных состязаниях и танцевальном марафоне, а детям пообщаться с представителями животного мира. Например, погладить ежа-альбиноса. Ай, курица! Курица, конечно, с ежик этим. Курица, курица! Тем временем юные жители из Лучинска приняли участие в сборе макулатуры и отработанных батареек. В общей сложности детям удалось собрать тонну использованной бумаги, а также больше 160 килограммов элементов питания. Их необходимо утилизировать по всем правилам. Ведь одна выброшенная батарейка может отравить 20 квадратных метров почвы или 400 литров воды. Они приносят вред животным и убивают деревья. И всякие кустарники, и цветы, и траву, и все живое на свете. А в Нефтьюганском районе провели традиционный субботник в Челускинском бару. Мусора на территории памятника природы оказалось немного, а вот поваленных деревьев из-за снежной зимы и ураганного ветра предостаточно. Вот только чтобы вывести их из охраняемой территории, необходимо получить законный документ. Будет произведено десептологическое обследование, произведен перечет, породный состав определен, количество. То есть каждое дерево, упавшее, сваленное вот этим последним ураганом, будет взято на координаты. Пока одни убирают валежник, другие высаживают новые деревья. 77 саженцев кедра, сибирской сосны и ели благодаря стараниям местных активистов обрели дом в Пытьяхском парке «Кедровый бор». Будущее поколение, да, надо учить этому, надо вот это экологическое сознание, чтобы оно, экологическую культуру, мы должны как бы учить и внедрять, и им в голову, как сказать, заставлять думать об этом. Югра – это территория, которая заботится о своем природном богатстве. Регион успешно реализует программы по утилизации попутного нефтяного газа, по очистке почвы от нефтепродуктов, по восстановлению лесного фонда и зарыблению водоемов. За сохранением экосистемы следит Югорская служба государственного экологического надзора. В этом ей помогает космомониторинг и беспилотные летательные аппараты. Наталья Акс, Сергей Маноленко, Антон Ракитин. Специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова